Русские марши 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 Так случится, что какие-нибудь... Обычно русский марш же проходит мирно. То есть никого не бьют, все маршируют, кричат там что-то. Ну, в крайнем случае, может, там Зигу кидают, но не бьют никого. А вот может так статься, что присоединятся какие-то молодые люди, которые дисциплины слушаться не будут. Ну, они, конечно, прямо на месте никого бить не смогут, там будет очень много ОМОНа. Но зато потом, после мероприятия... А насколько все это, на ваш взгляд, зарегламентировано? Ну, то есть ведь не секрет, что с прошедших на Манежке волнений очень внимательно за всем этим стали следить, и за флажки выходить не дают все-таки. Ну, как можно не дать выйти за флажки? Ну, собственно, сотен пять ОМОНовцев, например. Нет, сотен пять это мало. Нужно больше, на самом деле. И так далее, которые... Ну, если там будет пять тысяч участников, то будет только же милиция, на самом деле. Да, столько же, даже больше, может быть. Да, привозят внутренние войска, они там стоят вдоль дорожки. Нет, ну, вот на месте всегда, если милиция готова, на месте, пардон, полиция, всегда можно обеспечить порядок, на самом деле, если она приготовилась. Но невозможно за всеми этими людьми потом ходить по всему городу, да ведь? Александр, скажите, вы верите участникам русского марша, когда они заявляют, так вот они изменили, да, слоган теперь, что борются за то, чтобы российские регионы на Кавказе больше зарабатывали, сами себя кормили, не обременяли бы бюджет федеральный на 70-90%, в конце концов лучше жили. Ну, так вот, действительно удачная форма, может они, правда, я так думаю? Ну, просто какой-то невероятный приступ альтруизма, видимо, случился. Да нет, ну, просто люди нашли лозунг, который, как кажется, должен вызвать отклик у среднего гражданина. Потому что, там, лозунг «Россия для русских», он несколько дискредитирован, считается таким, ну, чуть ли не фашистским, да, под ним средний гражданин как-то не хочет маршировать. А вот, может быть, хватит кормить Кавказ, получится лучше. Мы, собственно, увидим, нам недолго ждать осталось. Потому что пока, когда они собирали митинги просто под этим лозунгом, там народу больше 400 человек не набиралось. Может быть, на русский марш соберется больше, да, благодаря этому, мы не знаем. Может, придут какие-то люди, которых привлечет, не знаю, фигура Навального. Ну, вряд ли их будет сильно много. Это произойдет впечатление в последнее время какой-то каши, потому что там уже и Охлобыстин просит, значит, благословения патриарха. Там и Навальный, там и Охлобыстин. Давайте с этим подробнее разберемся. Вот по количеству знаменитстей, участвующих в этом году в русском марше, русский марш просто бьет, все рекорды еще не начали. Вообще, как к этому относятся? Ну, Навальный, ладно, у него там богатое прошлое в этом плане, в плане националистических всяких дел. Охлобыстин же он... Нет, Охлобыстин... Актер, известный человек. Ну, он известен довольно экстравагантным поведением вообще. Ну, кроме того, что он актер, как мы знаем. Вот он недавно в президенте собирался баллотироваться. И тоже там наговорил много всякого, просто никто не вслушивается обычно же, что он говорит. И, кстати, неизвестно, придет ли он. Его пригласили-то другие люди, вовсе не Белов, в демушке. Он там немножко не расстроился. Да, он немножко запутался уже в этих организаторах, что и неудивительно. Ну, допустим, он придет. Нет, вообще, каждый год, я вам скажу, русский марш не один. Их всегда несколько. Это нормально. Потому что в любой политической среде, среди националистов тоже, как бы, единства такого всеобщего быть не может. Ну, на Сибирске пройдет он под лозунгом «Хватит кормить Москву», мы выяснили. Уже был митинг под таким лозунгом. Да, вчера. Ну, это естественно. Нет, «Хватит кормить Кавказ», там будет тоже. Будет и то, и другое. Это как раз понятно. Ну, «Хватит кормить Москву» – это такой очередной и не очень хороший сигнал. В сторону тех? Той части руководителей страны, которые полагают, что эту силу можно, так сказать, как-то сдерживать, контролировать. И там, тут пять тысяч аморбцев, там какие-то смотрящие. И, в общем, можно направлять националистов и же с ними в какое-то русло. Это вообще возможно, как вы полагаете? Можно сказать, что власть утеряла этот контроль или нет? Нет, ну, утеряла контроль – это когда что-то такое вот явным образом из-под контроля выходит, как это было в декабре на Манежной площади. Или, ну, даже не можно себе представить, как оно вот выйдет из-под контроля. Что соберется 20 тысяч человек, и они пойдут маршем на Кремль. Ну, как-то вот я не знаю. Трудно себе представить такую картину, честно говоря. Нереально это. Да даже лидеры сами, те же Белов с Демушкиным, я уже не говорю о Крылове, там, и Навальном, как-то не решатся возглавлять марш на Кремль, ведь это же не последний день их жизни, им как-то дальше нужно. Поэтому вот так вот внезапно ничего из-под контроля не выходит. Но правда в том, что постепенно это движение усиливается. Понемножку. Власти вроде в каждый момент времени контролируют, но понемногу-понемногу оно растет, растет. И вот этот процесс в целом, так вот, ну, в среднесрочной перспективе остановить какими-то полицейскими мерами невозможно. Был у московских властей шанс вообще отказать им право проведения марш? Да, конечно. Это же было уже. В Люблину могли сказать, что там археологические раскопки, например, так сказать, применить. У нас же были уже запрещенные марши. Ну, тогда он был неразрешенный. Тогда люди просто там бегали, вот я помню, по Арбату, за ними гонялась милиция, за большой толпой народа. Это, на самом деле, никому не нужно. За этим сложнее проследить, там, гораздо больше эксцессов. Поэтому, на самом деле, проще разрешить. А власть растеряна, на ваш взгляд? Ведь эту силу можно использовать на выборах, потому что по опросам... Так пытаются, по-моему, не да? Это, наверное, вы знаете лучше нас в России. Поддерживают так или иначе лозунги русских маршей, там, чуть ли не 50% населения. А то, что все-таки ни одна партия так и не смогла, или не дали, или отказалась в последний момент использовать эту силу. О чем, на ваш взгляд, говорит? О том, что зарегистрированные партии находятся в не очень свободном положении, скажем так, это говорит. Вот Жириновскому можно, ну, у него амплуа определенная, да? Ему до известной степени можно. А остальным просто нельзя. Им не разрешается пользоваться чем-то, что, там, ну, какими-то инструментами, которые власть считает, ну, опасными, да? В том числе вот этим. Заигрывать со слишком радикальными группами. Это не только к националистам относится. Да, вот коммунисты же не пытаются, допустим, там, каких-то левых радикалов, там, из ЭКМ. А почему Жириновскому можно? По-моему, президент всем адресовался, когда сказал, что эта избирательная кампания должна, вот, прежде всего, без чего должна обойтись, без чего должна обойтись избирательная кампания, это без призыва к разжиганию международной войны. Мы это слышали на каждой избирательной кампании. Жириновский у нас все-таки уже 20 лет куда-нибудь баллотируется. Почему-то на него это не действует. Я могу, но еще вопрос. Вот сегодня Московская Патриархия, комментируя, так сказать, прошение отца Иоанна, растреженного. Не исключили, что Патриарх Кирилл может дать разрешение Ахлобыстину участвовать в русском марше со следующей формулировкой. Это цитата по интерфаксу. Возможно, в качестве исключения из правила будет найдена какая-то форма участия отца Иоанна в этой деятельности. Иногда такое участие бывает очень важно и нужно, чтобы не разжигать, а наоборот, умерять какие-то страсти. Прокомментируйте. Может, так сказать, Иван Ахлобыстин послужить добру? Вот один человек, даже такой талантливый актер, как Ахлобыстин, явившись в некую организованную среду, никого там ничему не научит, конечно, в любом случае. Кроме того, я думаю, что он очень смутно представляет, куда он собирается. А вообще-то священники московского патриархата участвовали в разных политических демонстрациях, в том числе у националистов, неоднократно. Ну, просто они не всегда считали нужным спрашивать разрешение у патриарха, потому что вообще-то правила церковные запрещают им в выборах участвовать, а на митинги ходить не запрещают. Нет такого запрета. Поэтому это он, видимо, после предыдущей истории с баллотированием в президенты немножко перестраховался. Но это все не очень важно, на самом деле. Вот что в этой истории там интересно, это кто на марш придет. Вот, конечно, придут этот организованный актив этих организаций, которые там заявлены, само собой. Насколько они будут под контролем, насколько им удастся удержаться от того, чтобы не скандировать что-нибудь совсем негодное, скажем так. Придут ли вот так называемые нации-автономы, которые всех этих, в общем, организаторов не очень-то сильно ценят, скажем так. Но они приходят на русские марши, и управиться с ними сложно. Да, а вот вместе с Навальным кто придет? Раньше, когда он же ходил на русские марши, таких, как он, было еще, ну, таких, как бы, либеральных националистов было, ну, там, на круг человек 20. — Выведет ли он людей, как обещают? — Будет ли их не 20, а хотя бы 200, да? Вот это вопрос, на самом деле, интересный. До сих пор так не получалось. Приходили какие-то люди вот такого же типа на марши, но, ну, буквально в штучном количестве. И, то есть, вот эта пропасть некоторая, да, которая отделяет вот это националистическое движение от всей остальной оппозиции, она по-прежнему существует. И, в общем, это, конечно, дело в том, что сама эта оппозиция такая прекрасная, потому что там людей, ну, как бы, ведущих себя, ну, хотя бы как-то прилично, не так уж сильно много. Да, они либо прямо замешаны в каких-то преступных деяниях, ну, я имею в виду таких обычных уголовных преступлениях, либо они возглавляют организации, которые к этому многократно призывали, там, как вот господин Демушкин, допустим. Не зря же все-таки ему все эти дела-то шьются, не зря. А там есть еще какие-то прекрасные люди. Вот в движение «Русские», например, входит организация с прекрасным названием «Национально-социалистическая инициатива» в Питере. Это его господин Бобров, известный ранее как Шульц. Была такая питерская группировка «Шульц-88». Он шесть лет отсидел, не за лозунги совершенно. А теперь вот, пожалуйста, он тут ходит и призывает не кормить Кавказ. Спасибо, Александр. О «Русском марше» мы говорили с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра. Спасибо.